Библейский портал экзегет.ру представляет Народа, который будет точкой сборки для всего человечества Ради Сиона не умолкну, ради Иерусалима не успокоюсь Пока правда его не взойдет, как заря Спасение его, как горящий факел Говорит этот самый пророк Возможно, даже не пророк Исаия Вот некая фигура будущего пророка Который возвестит это особое предшествие Господа И в котором, конечно, христиане видят пророчество о Христе И вот обратим внимание Я не умолкну, не умолкну, не успокоюсь Пока не взойдет правда То есть роль пророка в том, чтобы приближать это предшествие Он говорит не просто потому, что он обязан это сказать А потому, что эти его слова должны это все приблизить Правда его не взойдет, как заря Спасение его, как горящий факел Увидят все народы твою правду Все цари твою славу Нарекут тебе новое имя Произнесут его уста Господни Новое имя — это, конечно, некоторая новая сущность Здесь не сказано, каким будет это имя Но вот такое обновление Оно полностью обновление произойдет И даже имя Иерусалиму или Сиону Холма, на котором стоит Иерусалим Должно будет быть дано новое Будешь ты венцом величия в руке Господней Царской короны на его ладони Не будут звать себя городом покинутым А страну твою опустевшей Назовут себя моей отрадой А страну твою замужней Ибо Господу ты отраден И есть у страны твой хозяин Здесь, к сожалению, невозможно перевести адекватно Потому что город по-еврейски женского рода И поэтому Опустевшая или замужняя страна — это как раз женщина То есть вот Иерусалим — это женщина Которая не будет брошенной Не будет опустевшей Она будет замужней У нее будет хозяин То есть господин Семь господином будет Бог Как сочетаются юноша и дева Так сыны твоей страной овладеют И как радуется жених о невесте Так Господь о тебе радоваться будет То есть два брачных союза Народ и земля Вот они вступают в такой брачный долгий союз И одновременно Господь и его народ И вот его страна Они тоже вступают в другой брачный союз И эти брачные союзы будут продолжаться Естественно, это образы, метафоры Но вот интересно, что настолько нежный И такой интимный даже союз возникает И в том, и в другом случае Народа и страны И Господа, и народа Обратим внимание, что задача пророка Еще и Богу покоя не давать Как это может быть? Как это неблагочестиво Не дать Богу покоя? Но вот Богу не все равно, что происходит на земле В том числе ему важны вот эти горячие слова пророков Больше, чем некое благочестивое, спокойное шелестение Такое заученных слов Вот ему нужно, чтобы кто-то не давал ему покоя Чтобы кому-то было не все равно Клянется Господь, воздев десницу Подняв могучую свою руку Не дам впредь зерно твое в пищу врагам Не пить чужакам вина молодого, над которым ты потрудился Кто пожинал хлеб, тот и насытится И восхвалит Господа Кто собирал виноград, тот и выпьет Во дворах моего святилища Ну, то есть, враги не будут опустошать землю Забирать ваше урожай или губить его А трудиться вы будете для себя Для того, чтобы потом возможность иметь И хлеба поесть, и вина выпить Причем во дворах святилища Значит, на каком-то торжестве На каком-то празднике Проходите, проходите ворота Готовьте путь для народа Стройте, стройте дорогу от камней Ее очищайте Знамя для народов поднимайте Обратим внимание Путь для народа Для народа Израиля Который возвращается к себе Собственно, уже вернулся в этот момент Давно И к нему приходят другие народы То есть, он сам идет по дороге И другие народы собираются к нему Он во главе этого человечества Знамя поднимается То есть, то, что будет призывать Другие народы, когда поднимается Знамя, мы знаем, вот там штаб Вот там командир Туда надо войску собираться И вот здесь точно так же Это знамя поднимается в Иерусалиме Для того, чтобы другие народы Туда собрались До краев земли возвестил Господь Велел дочери Сиона объявить Приближается спаситель твой С ним награда А воздаяние перед ним Вот пришествие некоего спасителя Который одновременно Господь Ну, как-то и отделен от него Потому что Господь объявляет о спасителе Тоже мы считаем это мессианским пророчеством А что такое мессианское пророчество? Пророчество о мессии Помазаннике Божьем Который, ну, грубо говоря Являет Бога в своем народе В этой самой столице Иерусалиме Как священной столице мира Который одновременно Господь Присутствующий вот В каком-то телесном человеческом виде И что-то отдельное от него Поскольку он тоже с Богом Выстраивает свои отношения Поэтому, конечно, христианские представления О Христе как о мессии Они опираются на ветхозаветные пророчества Да без них, в общем-то, и непонятно Итак, приближается спаситель твой С ним награда, а воздаяние перед ним То есть сначала воздаяние каждому По его заслугам и делам А потом награда верным И назовут их народом святым Который Господь искупил А тебя назовут гордом желанным Который не будет покинут Вновь этот образ Ну, город мужского рода Вот как ни переводи Иногда переводчики говорят Столица Чтобы дать этот образ женщины Да, города как женщины, желанной Своему супругу Которая никак не будет покинута Это вот и есть здесь в 62-й А 63-я, она покажет Очень необычный образ Господа, который приходит в Иерусалим Причем приходит в грозном виде Вот тут такой торжественный вход Но кто входит в торжество И победитель А как он победил Вот 63-я глава Об этом подробно расскажет Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!